Итак, сегодня я хочу рассказать вам о самом прочном металле на земле, о титане. В периодической таблице химических элементов этот металл находится в четвертой группе, после скандия. В природе титан встречается в составе таких минералов, как например титанит или рутил. В чистом виде титан представляет собой серебристо-серый легкий металл, с самым большим отношением прочности к массе из всех элементов. Это значит, что пластина из титана будет весить на 50% меньше, чем стальная, но обладает такой же прочности, если еще не будет более прочной. Хочу рассказать о спонсоре сегодняшнего видео, сервис Letyshops. Letyshops это сервис, который позволяет вернуть часть денег с каждой интернет-покупки и не переплачивать за рекламу этих товаров. Деньги можно вернуть с магазинов на любой вкус, их больше чем 900. Чтобы не упустить такую возможность, рекомендую установить вам расширение для браузера от Letyshops, которое автоматически напомнит вам о возможности активации кэшбэка. Я сам пользовался этим сервисом и рекомендую его. Всем моим подписчикам премиум аккаунт в подарок, все ссылки в описании. Но вернемся к опытам. Для демонстрации физических свойств титана, я сначала попробую сравнить, как будет резаться болгаркой титановая пластина, по сравнению с остальной. Стальная пластина режется, в принципе, как обычно, без особых проблем. Однако, когда я начал резать титан, сразу можно было заметить главное отличие – цвет искр. Дело в том, что, как и железо, титан обладает свойством пирофорности. Это значит, что маленькие частицы титана, образующиеся при отпиливании, могут самовоспламеняться на воздухе, образуя ярко-белые искры. Эти искры гораздо горячее тех, что образуются при нарезании стали, поэтому имеют повышенную пожароопасность. Титановый порошок вообще отлично горит на воздухе, образуя яркие искры. Это свойство титана часто применяется в пиротехнике, например, для создания ярких пиротехнических фонтанов. В промышленности титан чаще режут специальными гильотинами, чтобы не было искр и опасности возгорания. Также, с помощью болгарки титан пилится гораздо хуже, нежели сталь. Диск постоянно засаливается частицами металла, что делает резку металла нестабильной и опасной. Я решил бросить эту затею от греха подальше. После работы можно заметить, насколько большая получилась кромка после резки титана, что говорит о большой вязкости этого металла, в отличие от стали. Для окончательной проверки титана на прочность, мы с моими друзьями решили провести грандиозный эксперимент, сравнив разные металлы на устойчивость к попаданию пули. Для теста я взял лист алюминия, титана и стали средней прочности. Толщина титана и стали была около 2 мм, а алюминия 3 мм. Для этого опыта мы поехали в тир и взяли с собой немало оружия для экспериментов. Хочу вас заверить, что у всех участников видео было разрешение на оружие, а также для проведения опытов были приняты все меры предосторожности и получено разрешение тира. Не пытайтесь повторить такие эксперименты. Для теста мы взяли 3 разных пистолета, названия и калибра которых вы видите на экране. И на всякий случай мы взяли еще с собой винтовку с калибром 308 тысячных дюйма, если ни один пистолет не пробьет какой-либо металл. Для начала я взял алюминиевую пластину, а мой друг Эдуард выстрелил по ней из пистолета Вальтер ПП, стреляющий пулями массой 4,6 грамма. Хорошо видно, что алюминий толщиной 3 мм легко пробивается даже такой небольшой пулей. 9-мм пуля также легко прошла через лист алюминия. Теперь давайте испытаем стальную пластину. Пуля, выпущенная из пистолета Вальтер, оставила на стали только небольшую вмятину. Но мой друг Роман с его пистолетом, стреляющим 9-мм пулями, попробует исправить это положение. На этих кадрах видно, что 9-мм пуля почти пробила стальную пластину, немного разорвав края углубления. До полного отверстия ей не хватило совсем немного энергии. Ну а теперь самое интересное, переходим к Титану. Титановая пластина у нас самая маленькая, и с 12 метров в неё попасть не так-то просто. Начнём с самого маленького калибра, 7,65 мм. Этот удар почти не нанёс пластине никакого урона, оставив только небольшую вмятину. Посмотрим теперь, пробьёт ли её 9-мм пуля, имеющая в 2 раза больше энергии, нежели предыдущая. Думаю, что на фото хорошо видно отсутствие отверстия от пули, которая не смогла пробить Титан. Всё из-за высокой вязкости и прочности этого металла, который оказывает большее сопротивление таким ударам, нежели сталь. Кстати, пока мы стреляли, произошло одно событие, которое один из стрелков назвал грандиозным. Третий стрелок, стрелявший по Титану, попал в то же место, что и 9-мм пуля, всё же проделав отверстие в пластине. Однако, с одного удара Титан не пробивается, в отличие от стали, хотя имеет почти в 2 раза меньшую плотность. Теперь, я думаю, что мы всё же не зря взяли с собой винтовку, посмотрим, пробьёт ли её пуля эту пластину. Пуля с такой колоссальной энергией проходит Титан без малейшего сопротивления. Также на кадрах отлично видны белые искры, образующиеся от удара пули по поверхности пластины. На этом сравнительном фото я поставил рядом все 3 пластины после испытаний, чтобы вы смогли рассмотреть их получше. Думаю, что такие испытания доказали механическую прочность и лёгкость Титана по сравнению с другими металлами. Теперь давайте рассмотрим химические свойства Титана. Этот металл очень устойчив к растворам кислот и щелочей, из-за очень прочной оксидной плёнки, покрывающей этот металл. Из-за такого свойства из Титана изготавливают электроды для электролиза, например, для получения водорода. Для большей стойкости эти электроды ещё могут покрывать пассивирующим слоем оксидов переходных металлов. Также Титан является довольно тугоплавким металлом и имеет высокую коррозионную стойкость. Он окисляется на воздухе только при температуре выше 1000 градусов, образуя диоксид Титана. Именно из-за таких уникальных свойств в Советском Союзе первыми в мире начали применять Титан в авиастроении и в строительстве подводных лодок. Также в опреснительных станциях используют титановые пропеллеры в насосах. Единственная кислота, в которой хорошо растворяется Титан, это плавиковая кислота. Дело в том, что она способна формировать хорошо растворимые в воде комплексы, препятствующие образованию защитной оксидной плёнки на поверхности металла. В этой кислоте Титан окисляется до трехвалентного состояния. Соединения трехвалентного Титана имеют фиолетовый цвет. Если к такому раствору пролить гидроксида натрия, то из щёлочи, выпадет осадок гидроксида Титана. Сейчас металлический Титан имеет огромный спектр применений, самым главным из которых является в авиастроении. Из этого металла или его упрочнённых сплавов делают крыльчатки для турбин, лопасти в двигателях, а также многие детали в самолётах. Некоторые детали дорогих автомобилей, например, выхлопные трубы, делают из Титана, из-за его свойства иметь красивую оксидную плёнку, а также из-за его лёгкости. Также посуда, сделанная из этого металла, очень прочная и лёгкая. Она отлично походит для путешествий и походов. Сплав Титана с никелем, под названием Нитинол, обладает уникальным свойством – памятью формы. Если пружинку из такого сплава деформировать, то при нагревании она опять вернётся к своей первоначальной форме. При восстановлении формы, маленькая пружинка из Нитинола может даже поднять немалый вес, например, кнопку от Ютуба, которая весит не много не мало, а 800 грамм. Титан также добавляют в сплав с золотом, чтобы сделать его более прочным. В медицине этот металл просто незаменим, так как из Титана делают множество протезов, ортопедических или зубных имплантов. Всё из-за отличной биосовместимости этого металла и почти отсутствующей токсичности для человека. Из соединений Титана, самые часто используемые, это, конечно же, диоксид Титана, который является отличным и инертным пигментом. Его добавляют для создания белого цвета в зубные пасты, таблетки, всяческие чистящие средства и даже в пластике. Другое соединение, Нитрит Титана, является одним из самых твёрдых веществ, им покрывают, например, свёрла по металлу. Также купола церквей и некоторые ложки и даже всем известные спиннеры вместо золота покрывают Нитритом Титана, так как он почти по виду неотличим от золота, но гораздо дешевле и прочнее последнего. Думаю, что теперь вы достаточно узнали о таком уникальном металле, как Титан. Единственная проблема с этим металлом, так это его цена, из-за трудного и дорогого метода получения. Также, если вам нравится изучать металлы и их свойства, советую приобрести мою новую книгу «Удивительная химия металлов и их соединений». Книга имеет твёрдую красочную обложку. В ней собраны самые интересные фотографии химических экспериментов с подробными описаниями и объяснениями, которые будут понятны даже далёким от химии людям. Думаю, что она станет отличным подарком для любого студента, школьника или увлекающимся химией человека. Ссылка на покупку книги в описании к видео. Ну а тем, кому понравилось это видео, советую подписаться на канал и поставить лайк, чтобы узнать ещё много нового и интересного.